Всем привет! Это ютуб-канал NoMedia из России. Меня зовут Марья Уросова, и это влог с похода в российскую Икею. Мы решили сходить и выяснить, как там все изменилось, похоже ли это хоть как-то на то, куда мы все ходили в детстве. Так что будем тестить. Моя подруга только что меня поправила и сказала, что наша аудитория 50+, какое детство. Но да, Икея для меня это детство. Походы с семьей на выходных на много-много часов, игровая комната вначале на входе, потом рассматривание всяких разных вот этих вот моделей квартир и мечты о том, что когда-нибудь у меня тоже будет такая красивая девчачья комната с туалетным столиком. Так что да, я маленькая! Мы ищем вход. Это огромный торговый центр, посвященный только всяким мебельным штукам. Я надеюсь, мы все-таки найдем то, что нам нужно. Мы приехали для этого аж в Румянцево. Это далеко примерно от любой точки в Москве, кроме конца красной ветки. Мы добрались до Гудлака, и мы уже нашли раритет акулу. Она в других цветах. Раньше она была синебелая просто. Но сейчас они сделали повтор, и, насколько я знаю, они тоже очень быстро разошлись в самом начале. Но я помню, как было суперкруто, когда парень себе покупает акулу из Икеи, и это считалось прям в 2017 году верхом любви у меня никогда не было. Мне кажется, еще одной такой отличительной особенностью Икеи было то, что интерьер всегда состоял из каких-то прикольных штук, которые вообще не нужны. Но теперь, ребята, мы мотивируем детей учиться хорошо, как бы в каждой комнате по грамоте. В комнате для девочек был обнаружен Гарри Поттер, но в периоде Махаона. Так что, ну, все уже не то. Икея не та, Гарри Поттер не тот. Отстой. Мы еще пока шли, обсуждали, собирали, короче, бинго Икеи. Вот. И одно из главных пунктов, это то, что в Икеи вот эти вот все странные названия, с которых делали мемы, всякие... И здесь тоже есть какие-то странные названия, но они типа Кантри, Мальта, Орион, Сириус. Да, с днем стереотипного мышления. Не скучаешь, зай, по совку. У нас постигло ужасное разочарование, потому что мы поняли, что вот это вот один вот маленький вот этот вот этаж, это все, что здесь есть. Мы так далеко ехали. Я просто привыкла, что Икея, это там два этажа гигантских, в которых ты запутываешься просто, ничего не можешь разобрать, но ходишь, ходишь бесконечно. Вот. А тут только, получается, вот шкафы и спальни. Все. Типа нет кухонь, нет ванной, нет туалета, нет никаких игрушек, еды. И я тоже очень надеюсь, что здесь будет этот ресторанчик икеевский, и мы сможем поесть, сравнить, но вообще что-то здесь очень мало всего. Сейчас будет затест девчачьей кровати. Тверденько. Не принцесса на горошине. Коллективным разумом было решено, что здесь скучно. Гораздо скучнее, чем в Икее, и по дизайну, и по развлечениям, и в целом, потому что представлено, тут есть страница с этими, со шкафами белыми. Она как будто бы в ЧБ. Вот это нет. Ну вот так, только открыт. С днем скуки и их тони. Еще, знаете, раньше были вот эти вот челленджи, типа 24 часа челлендж в Икее. Вот я, если честно, не представляю себе 24 часа челлендж в Гудлаке. Мы поговорили с девушками-консультантками. По факту Гудлак сейчас работает с теми же поставщиками, что работала Икея, и многие сотрудники, которые работали в Икее, они просто перешли в Гудлак. На прежние площадки Икея не вернется, но они будут расширяться, и типа к ним ходят люди, и все круто. Ну, сложно сказать, ходят ли люди, потому что за время, пока мы тут тусуемся, минут, наверное, 20, не то чтобы прям много людей, но я сравниваю с Икеей. В Икее всегда было не протолкнуться. Когда ты ходил в Икее с семьей, всегда это заканчивалось тем, что вы потом шли есть, и у нас тогда не было возможности именно идти в ресторан Икеи. Мы ходили в бестро, где были вот эти вот пончики по 5 рублей, сосиска в тесте по 15, и мороженое рублей за 10, по-моему, или тоже за 5. Вот, это было всегда супер-классно, ты стоишь там, ты выжимаешь кетчуп, выжимаешь горчицу. Вот, я уже когда стала взрослая, пошла сама там есть вот эти фрикадельки из Икеи, и многие ресторанчики подхватили эту тему, то есть я знаю, что в ровеснике тоже есть фрикадельки из Икеи, в «Что вы ели» есть те самые фрикадельки из Икеи, вот, но главное, что в Икее теперь нет этих фрикаделек из Икеи. Вызывай давай! Мы просто посмотрели, первый раз знакомились, поэтому такого вывода еще нет конкретного. Ну, а почему-то? Ну, просто интересно было зайти и посмотреть, что сейчас у нас есть цели, купить что-то. Ну, пока выбираем. Ну, а чем отличается, как можете оценить? Ну, немножко другого качества, как нам показалось. Хуже ли у нас? Модели многие те же. Хуже качество? Ну, просто другое. Хуже, хуже, что-то. Спасибо. Мы вышли, и ни с кем особо поговорить не удалось, мне кажется, даже не потому, впервые, не потому, что кто-то не хотел разговаривать, а больше потому, что людям нечего сказать. Они такие, ну, мы пришли, посмотрели, ну, обычно. Вот, у меня сегодня бинго того, что пытаются заменить, но ничего ужин никогда не будет. Я перед тем, как поехать в Good Luck поела во вкусные точки. Короче, в очередной раз просто убедилась, что невозможно поменять эти бренды, это все равно не тот вайб, не та атмосфера, не та история уже, и какая-то, ну, подделка просто, и все. Это был ютуб-канал Номи День России, меня зовут Мария Урусова, ждите новых влогов и подписывайтесь на наш канал. Весь мир икея, а ты в нем, это пальма.